По поводу сложения чисел двоичных систем и умножения я сейчас кратко расскажу о том, что в этой области происходит в науке потому что на самом деле эти вещи все непростые ими до сих пор активно занимаются разные люди понимаете, вот в каком смысле но они, конечно, не складывают и умножают числа понятно, что это компьютер умеет они пытаются оценить сложность этих операций то есть число, ну вот операции сложения по мотру 2 и умножения вот число таких элементарных операций, булевых операций то есть операции над нулями и единицами или, как говорят, операции над битами они пытаются оценить число вот этих битовых операций которые нужно сделать, ну, например, для того, чтобы сложить два норазрядных числа или умножить два норазрядных если мы число складываем, то результат будет число n плюс одноразрядное, потому что перенос в n плюс первый разряд так вот оказывается количество операций умножения я умножение вот так обозначил, потому что точку написать вы ее не разглядите а вот такое символ называется конъюнкция это синоним умножения в булевых алгетах то же самое, что умножить вот оказывается количество таких операций, которые нужны для того, чтобы ну, на всякий случай еще давайте добавим констанцию единицы, потому что бывают ситуации, когда этих двух операций недостаточно и через них не любую функцию можно вырезать а вот если добавить константу единицы и в нужный момент ее вставлять то это позволяет уже любую булевую функцию вырезать через эти операции так вот, возникает такой вопрос а чему равно наименьшее число операций таких, чтобы выполнить сложить? вот ответ, наверное, вопрос из-за близких число этих операций оказывается в точность при равно 5n-3 и можно нарисовать схемку из вот таких вот операций, из таких элементов, которые будут все это делать более того, что вот такие схемы реально делают, потому что любой компьютер содержит в себе устройство процессор, который как раз число складывает и складывает оно с помощью вот таких операций, на самом деле только все это делается, как говорят, в железе ну, точнее, не в железе, а на креплевом кристалле железа там мало, вот, но там, в железе тоже есть там микроскопические какие-то вкопления в кристалл делаются, чтобы вся эта схема работала а описание работы этих схем делается с помощью вот таких функций, то есть с помощью алгенов так вот, оказывается, наименьшее число операций будет вот такое 5n-3 доказали, давайте проверим среди ну, кстати, профессор на кафе в дискетте ультиматики, который тут находится совсем рядом с этой институтом вот ну, сама схема-то была известна давно, а вот то, что меньше нельзя, это действительно доказать было непросто ну, Ветькин это тоже сделал достаточно давно, на 9-20 на 10-е а что касается, скажем, умножения, вопрос оказался более сложным точный ответ на него неизвестен никаких нижних оттенок, кроме оттенок вида n или 2n, тоже неизвестно а верхние оттенки, то есть конкретные схемы, которые могут выполнять умножения самая лучшая схема сейчас такая число операций в ней такое n умножить на логарифм n ну, логарифм двоичный, на самом деле, можно не писать потому что оценку я пишу с точностью до какого-то множища который я не уточняю постоянной множкой, но он может быть очень большой поэтому тут не все ли равно какого-то значит, c на n на логарифм n и он может еще на некоторую фунтуру fn которая очень медленно, но растет вот наилучшая схема сейчас вот так это было сделано недавно, где-то примерно в 2008 году то ли он фюрер, то ли фюрер, я уж не знаю, такая у него забавная фамилия до его результаты мировой результат в этой области был такой схема умножения имела бы 100 метров n на логарифм двойной для него логарифм лишь логарифм от логарифм ну, с каким-то множествами довольно большим и это сделано несколькими тематиками в гаде страсами приблизительно примерно 70-го года вот для того, чтобы получить этот результат прошло 40 лет, и улучшения не очень уж и значительные вот возможно, что нижняя оценка как раз n на логарифм 0 но если это так, то вот его высоту уже очень не гибли но доказывать это никто не может поэтому, в принципе, есть шанс, что, может быть, есть какой-то совсем быстрый скорость умножения но это очень быстрый скорость умножения, заметьте почти с той же скоростью, как и сложение ну, что логарифмы, двойные логарифмы, это очень метод но эти методы очень сложны, на практике их никто не применяет потому что выигрыш по сравнению с другими методами они дают только, когда n размера десятков или сотен тысяч ну, представляете, кому нужно умножать числа, которых сто тысяч раз так что результаты носят только чисто теоретический характер на практике они у меня не могут а на практике применяется так, у меня есть что-то время совсем нет уже ну, все, ну, уже ну, вот, видите, кое-что я об этом тебе рассказал так что этим делом до сих пор занимается и другими да, даже подсчетом, не подсчетом даже вот реализация вот этих вот многочленов которые у нас возникли при сложении я могу коротко сказать, что у меня рекордные формулы сейчас примерно восхитили можно оказывается, чтобы сложить n битов и вычислить можно написать формулу, в которой будет число этих операций на самом деле вот такое всего какая-то константная чуть-чуть больше значит, вот такой сложный результат недавно получил Игорем Сергеевым, моим большим аспиратом так что этим делом тоже очень занимается и задача это интересная потому что здесь нижние оценки очень плохие нижние оценки n квадрат пока-пока и какой там правильный ответ да, это решение очень велико